МВД приостановило выдачу трудовых приглашений гражданам Китая. Это связано со вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом. Напомню, в Новосибирске с 5 февраля отменили авиасообщение с Китаем. Многие сибиряки вынуждены менять планы на отпуск. Что предлагают операторы и какова обстановка сейчас? Об этом Александр Потенихин. С начала 2020 года коронавирус показал себя настоящим деспотом среди заболеваний. Более 45 тысяч зараженных, тысячи погибших по всему миру. Страны закрывают сообщение с Китаем. С 5 февраля самолеты из Поднебесной не летают и в Новосибирск. Мы постоянно наращивали это направление, рост пассажиропоток, росли пункты в Китае и сейчас мы вот это развитие приостановили. Тем не менее, мы считаем, что эта история вечно, конечно, не может продолжаться. Я думаю, что эта история будет побеждена, потом какое-то время займет восстановление спроса. Из-за вспышки вируса у многих новосибирцев под угрозой поездка в отпуск. Вместо отдыха на лазурных пляжах популярного туристического острова Хайнань – карантин. Люди вынуждены выбирать другие курорты. Это Эмираты. Большая часть туда направилась людей. Некоторые перебронировались на Таиланд и Вьетнам, то есть в другую часть юго-восточки. Очень много людей пересели, просто перебронировали на Турцию, на летнюю Турцию, на летний Кипр, на летние направления, то есть решив свой отпуск перенести, у кого была такая возможность. В России зафиксировали два случая заболевания. Сейчас пациентов уже выписали из больницы. Оба – приезжие. Официальные рейсы из Китая в Москву пока отменяют не полностью. Пассажиров с подозрительными симптомами тщательно проверяют. Порядка 16 человек у нас было обследовано и были под медицинским наблюдением и проходили определенные лечения. У всех они были обследованы в векторе. Результат у всех коронавирус отрицательный. У этих людей, у ряда были обнаружены грипп Б, грипп А, другие негриппозные вирусы. Врачи просят соблюдать правила личной гигиены и при резком подъеме температуры обращаться в поликлинику. Вспышка коронавируса в Китае повлияла и на соревнования профессиональных спортсменов. Так, клуб из Пекина «Кунунь», выступающий в континентальной хоккейной лиге, свой последний матч сезона 24 февраля проведет в Новосибирске. Его соперником будет «Рижская Динамо». Таким образом, новосибирские болельщики смогут посмотреть международную игру на своем стадионе. Александр Потенихин, Данил Смирнов и Денис Савинский. Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.